В Доме дружбы прошел литературный праздник «Белые журавли» и посвятили его памяти павших солдат. Дом-музей Павла Васильева при поддержке волонтерского центра Ассамблеи народа Казахстана презентовали проект «Живое слово о победе». Проект приурочили к 75-летию Великой Победы. Состоит он из трех направлений – аудиокнига, воспоминания павлодарцев и поэты-писатели-фронтовики при Иртышье. Изначально все блоки публиковались на страничках в социальных сетях, после чего, когда набралось много материала, это переросло в большое мероприятие. Мы его задумали, но сначала мы просто публиковали в типичном материалы о наших героях, ветеранах, поэтах литературного объединения, которые воевали. Но затем по мере работы, по мере того, что набирался материал, набиралась какая-то факта, получилось так, что у нашего проекта выросло два крыла. В аудиосборник вошли и истории родственников фронтовиков. Одна из них – история про дедушки соорганизатора мероприятия Жамалкин-Жибековой. Ее прочел внук солдата. Был призван в ряды советской армии в 1937 году. Он сначала прошел советско-финскую войну, затем он был призван в ряды уже непосредственно в ряды советской армии защищать нашу родину от нашествия германцев. Он был кавалеристом, прошел всю войну, дошел до Берлина. Главная цель проекта – напомнить населению о героях, подаривших нам мирное небо над головой. Важно, чтобы связь между поколениями не была прервана.